МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готовность номер один к летнему сезону. Городская зона отдыха обретает новые локации и уголки комфорта. Есть риск срыва срока сдачи под контролем около государева, Республиканская детская больница. Прокуратура вручила подрядчику предписание. Разработаны для потери связи с пультом управления. Противодроновые ружья с земли ведут борьбу сражескими беспилотниками, оберегая наших бойцов от атак с воздухом. Шесть комплектов оружия уже в июне отправятся из Абакана в зону СВО для поддержки наших бойцов. Последний звонок радостный и грустный, звенящий и немного меланхоличный. Выпускники абаканских школ прощаются с тетрадками, дневниками и ответами у доски. В эфире телеканала Абакан-24. Информационная программа сегодня, ближайшие полчаса о главных событиях дня. В студии для вас работает Ольга Могучая. Здравствуйте. План работ на выходные расписан. Отклонений от графика нет. Энергетики продолжают работы по восстановлению головного участка тепломагистрали в Абакане. На месте по-прежнему в круглосуточном режиме работают 4-5 бригад в день и две ночью, сообщает СГК. Рабочим предстоит завершить сварочные работы для монтажа временной ветки, провести ее опрессовку, чтобы проверить качество сварных стыков. И только после этого специалисты смогут приступить к заполнению теплосети. Главная задача – в середине следующей недели обеспечить подачу в город горячей воды. Но пока по тупиковой схеме. На квартальных теплосетях Абакана тоже идут работы по устранению дефектов, выявленных в ходе гидравлических испытаний. Сегодня энергетики рассчитывают завершить ремонт на трубопроводе в промышленной зоне на улице Советской и в районе 22-го дома на Кате Перекрещенко. Бюджетный комитет Горсовета Абакана подвел итоги исполнения главного финансового документа за 2023 год. Более 8 миллиардов рублей по доходам и расходам. Почти 70% вложено в социальную сферу. Единогласным решением депутаты внесли отчет в повестку ближайшей майской сессии. 2023 год столица Хакасии завершила с 8-миллиардным бюджетом. Почти 93% от того, что было запланировано по доходам. И 90% – план по расходам. Финансисты отмечают рост налоговых поступлений по сравнению с 2022. И снижение неналоговых. Сказывается дефицит на городской земли, которую сдавали в аренду застройщикам. Но при этом более чем на миллиард рублей возрос объем федеральных и региональных инвестиций. Надо сказать, что предыдущий год для города Абакана был, наверное, крайне успешным в виде капитальных вложений. Эти вот наши огромные вложения в дороги, в строительство социальных объектов, оно дорогого стоит. И, конечно, без помощи федерации, без участия в национальных проектов это бы сделать было нам крайне сложно. Мы бы, конечно, это делали, но это было бы долго, крайне сложно. Но вот в этом вопросе, конечно, год можно считать успешным. Приток инвестиций в муниципальную казну Абакан обеспечил своим участием в нацпроектах, вкладывая при этом и свои собственные средства. В столице Хакасии строились и ремонтировались дороги, школы и библиотеки, учреждения культуры и спорта. Этот инвестиционный вектор Абакан сохраняет и в 2024. На майской сессии депутатам будет представлен отчет об исполнении бюджета города за первый квартал текущего года. Сумма доходов превышает объем расходов. Профицит не всегда хорошо для нас, потому что дефицит лучше. Потому что мы когда тратим больше, это значит работа выполнена. И, соответственно, горожане и вся инфраструктура городская использовали средства в полном объеме. Когда есть дефицит, значит есть запас. Есть куда двигаться, поэтому все-таки это первый квартал. Я думаю, что профицит в конце года или в конечном квартале будет с дефицитом все-таки бюджета. В повестке предстоящей сессии есть еще один бюджетный вопрос. Отчет об исполнении дорожного фонда Абакана. Почти 750 миллионов рублей. Акцизы плюс субсидии федеральные и региональные. Практически весь объем этих средств направлен на строительство и ремонт улиц республиканской столицы. А правительство Хакасии тем временем берет очередной коммерческий кредит 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Мера вынуждена, пишет пресс-служба Серого дома и связана с дефицитом региональной казны. В первую очередь полученные деньги пойдут на зарплату бюджетникам и на выплату отпускных педагогам. Падение доходов региональной казны вызвано санкционным давлением Запада на сырьевые отрасли экономики, отметил министр финансов республики Игорь Тугужеков. Определилась региональная власть и с новым директором Абаканского пансионата ветеранов. Им стал Валерий Ильищук. Сегодня коллективу учреждения его представила министр соцзащиты республики Татьяна Раменская. До этого Ильищук работал в правительстве Хакасии заместителем руководителя аппарата Валентина Коновалова. А еще ранее дважды избирался главой Бельтирского сельсоветом. Новое назначение сменил на должности управленца Владимира Злоказова. Напомним, он руководил пансионатом три десятка лет и был уволен в апреле этого года без объяснения причин. Сейчас Злоказов оспаривает свое увольнение в суде. Глава Хакасии на сессии Верховного Совета обещал провести свою проверку. Но ее официальные итоги пока так и не озвучены. Новые скамейки, шезлонги и третий по счету пирс появятся этим летом в парке культуры и отдыха Абакана. Благоустроить территорию городской администрации помогает муниципальный жилищный фонд. Некоторые объекты уже установлены, другие только на стадии монтажа. По зоне отдыха сегодня прогулялись наши корреспонденты. 40 новых скамеек установили рабочие на территории зоны отдыха вдоль аллей. Развернуты лавочки к воде. Это сделано для того, чтобы абаканцы смогли насладиться красотами природы, отвлечься от городской суеты. По всему парку расставлены обновленные и, что важно, закрытые мусорные контейнеры. Их около 30. Раньше баки стояли открытыми, и это было не очень гигиенично. Кроме того, обновлена площадка, где паркуются катамараны. Там появилась новая брусчатка. Ну и самое главное, совсем скоро здесь появится уже третий по счету пирс. Сейчас рабочие забивают сваи и готовят основания. Здесь сделается пирс, на котором дальнейшем будут расположены шезлонги. Места для того, чтобы отдохнуть и позагорать. По налоге, как сделано на другом бедыгу. На другом бедыгу тоже пирс готовый. Там будут благоустраиваться площадки подхода. И также будут шезлонги, на которых можно будет загорать, отдыхать. Новых шезлонгов будет 26. Изготовлены они из лиственного дерева. К началу пляжного сезона на водной глади дренажного канала у Первого моста установят буйки. Это делается прежде всего для безопасности отдыхающих. А еще муниципальный жилищный фонд планирует установить на пирсах качели. И это еще не финал. Впереди много планов, рассказывает начальник управления культуры, молодежи и спорта Абакана Юлия Чурилова. Все, чтобы самый большой парк города стал еще уютнее и комфортнее для горожан. Ямочный ремонт на улице Чертыгашево в Абакане завершен. В порядок коммунальщики привели участок в границах от Ленинского комсомола до Володарского. В этом сезоне в программу дорожного строительства он не включен. Однако без внимания все равно не остался. Имеющиеся на проезжей части дефекты уже устранены. Масштабная дорожная стройка этим летом развернется на улице Чертыгашево. С выемкой грунта, заменой основания и асфальтового покрытия. Подрядчики в рамках нацпроекта проведут капитальный ремонт отрезка в границах от Маршала Жукова до Тараса Шевченко. Остальными участками пока занимаются коммунальные службы. На этой неделе активно занимаемся ремонтом улицы Чертыгашево в границах от Ленинского комсомола до Володарского. Уставший участок в этом году, к сожалению, он не попадает у нас ни в какие федеральные программы. По капитальному ремонту, соответственно, будем продолжать его ремонт и поддерживать в нормативном состоянии. Также мы на этой неделе устранили ямки, сделали на Кате Перекрещенке. Это до момента, пока зайдут туда строители с капитальным ремонтом этой улицы. И на улице Кирова, также это в границах от Колхозной до Карла Марса тоже сделали ремонт. В помощь муниципальной спецавтобазе этой весной на улице города вышли 4 бригады подрядчиков. И основной объем уже выполнен. На днях завершились работы на улице Советская. Далее по плану проспект Дужба Народов, Лермонтово и еще один участок улицы Кати Перекрещенка. По объемам у нас подрядчики заканчивают выполнение своих объемов. В принципе, у нас три контракта закрыты полностью. И четвертый контракт остался порядка тысячи квадратных метров. То есть в этом году темпы очень большие. Если говорить по ямочному ремонту, у нас под конец мая все объемы, которые мы расторговывали, они завершаются. Напомню, всего объем погоды запланирован порядка 34 тысяч квадратных метров. Ну, получается из них около 26-27 на сегодняшний день уже выполнено полностью. Так называемым классическим способом с асфальтоукладчиком и катками городские коммунальщики уже отремонтировали 4 тысячи квадратных метров дорожного полотна. И около тысячи струйно-инъекционным методом, используя в работе битумную установку. Учитывая состояние проезжей части улиц после зимних холодов, в мэрии Абакана принято решение увеличить в этом году объемы ямочного ремонта и направить на это дополнительные бюджетные лимиты. Продолжаем. Отставание от графика. Республиканская детская больница рискует не быть сданной в поставленный срок. Напомним, масштабный ремонт здесь идет в рамках нацпроекта здравоохранения. Работы миллионными вложениями оплачивает в том числе и федеральный бюджет. Поэтому реконструкция под контролем прокуратуры. Сегодня надзорники побывали в медучреждении. Замечания вылились в прокурорское представление. Прокурор города Олег Загрядский инспектирует строительный объект. Согласно контракту, заключенного с подрядчиком, стоимость работ почти полмиллиона рублей. Срок сдачи детской больницы, что расположено по Чертыгашево, по данному документу 30 июня текущего года. Однако в эти сроки подрядная организация не укладывается. Необходимые работы выполнены лишь на 70%. Я хочу, чтобы вы приняли все меры, которые возможно сделать для их устранения. Но в то же время есть нарушение федерального законодательства, которое требует реагирования на него. Я вам вношу представление. Основное это нарушение срока устранения. Нарушения нет у нас. Сроки у вас нарушены. Мы напишем на бумагу. Да, вы напишите мне бумагу. Это ваше право. Можете обжаловать это в суде. Отмечается отставание от графика выполнения работ. Принимаются меры, направленные на устранение недостатков. В целях устранения выявленных нарушений закона прокурором города Абакана застройщику внесено представление. Кроме того, принят иной комплекс мер прокурорского реагирования в отношении проектной организации, а также заказчика. Между тем, пристройка к стационару больницы готова. Она оснащена оборудованием, в том числе компьютерным томографом и рентгенаппаратом. Здание детской поликлиники тоже на финальном этапе, отмечает заказчик. Осталось поставить мебель. Наибольший объем работ в корпусе консультативно-диагностического отделения. Субподрядчик монтирует вентиляционное оборудование, занимается фасадом и кровлей. Строителям необходимо сделать заливку пола, стяжку, также выполнить чистовую отделку кабинетов. Заказчик считает, успеют срок. По соглашению, подписанному Минздравом Российской Федерации и Республикой Хакасии, дата окончания работ – сентябрь 2024 года. К этой дате мы стремимся закончить все виды работ и ввести объект в эксплуатацию. Мы организовали работы в круглосуточном режиме. Порядка 70 людей находятся на объекте. Это в дневную смену, в ночную смену, чтобы не мешать жителям. Меньшее количество людей. О принятых мерах по устранению нарушений строительная организация должна сообщить об Аканской прокуратуре в течение месяца. В противном случае организация может быть привлечена к административной и гражданско-правовой ответственности, а должностные лица – к уголовной. Надежда Савельева, Владислав Воронов, Новости. Два уголовных дела возбуждено, еще два – на подходе. Жители садовых товариществ «Орбита» и «Койбол» жалуются на похоронное бюро. На землях, предназначенных для садоводства, коммерсанты ведут ритуальную деятельность. Продают венки и памятники. Дело вмешалась абаканская прокуратура. Прокуратура города в рамках надзорных мероприятий установлена, что на территории садовых некоммерческих товариществ «Орбита» и «Койбол» города Абакана предпринимателям осуществляется реализация товаров ритуального назначения. При этом торговые точки размещены на землях, предназначенных для осуществления садоводческой деятельности, что противоречит требованиям земельного законодательства. В этой связи предпринимателям внесены представления об устранении нарушений земельного законодательства. Также они приглашены в прокуратуру города для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях за нецелевое использование земельных участков. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города. Мальчика на велосипеде сбили на пешеходном переходе в Черногорске. 10-летний ребенок получил серьезные травмы. Все произошло прошлым вечером на улице Юбилейная. 34-летняя женщина за рулем Тойоты при повороте налево не пропустила юного велосипедиста на зебре. Мальчик также нарушил правила. Он пересекал проезжую часть, не спешившись с транспортом. У пострадавшего серьезные травмы головы. По факту ДТП проводится проверка. Материалы, направленные в ПДН, решается вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности за ненадлежащее воспитание сына. 19-летнюю пособницу телефонных аферистов осудили в Сеногорске. Ее признали виновной в совершении трех эпизодов мошеннических действий. По версии следствия, Иванова вступила в сговор с преступниками, которые звонили пожилым людям и разводили их на деньги по схеме. Ваш родственник попал в ДТП. Девушка выступала в роли курьера. Таким способом она забрала у троих пожилых людей из Абакана, Сеногорска и Алтайского района почти 400 тысяч рублей. Четвертая жертва оказалась более бдительной и сообщила о звонке злоумышленников в полицию. Передача денег происходила под контролем правоохранителей. Поддельницу кибер-аферистов задержали. Подсудимая свою вину признала и возместила ущерб. В итоге суд прекратил уголовное преследование и назначил ей штраф 200 тысяч рублей. А так как девушка уже провела в СИЗО больше 7 месяцев, ее освободили от наказания. Закладчика синтетика задержали в Абакане полицейские ППС. Внимание, стражи правопорядка мужчина привлек своим поведением. Он нервно озирался по сторонам, а когда к нему обратились сотрудники ОМВД, попытался сбежать. При себе у наркозбытчика нашли свертки с запрещенным веществом. Там было 8 граммов. Дозы он планировал разложить по тайникам-закладкам. За незаконный сбыт наркотиков 24-летнему парню грозит до 20 лет тюрьмы. Далее реклама после продолжения. Реклама Авангард Авангард Расширь границы своей мечты Абакан Пушкина 221 Хорошо слышать может каждый. В центре хорошего слуха «Радуга звуков» Мы поможем подобрать подходящий для вас слуховой аппарат. Пробное ношение, скидки, рассрочка. Радуга звуков, пусть мир звучит ярче. Абакан 24 и Муниципальный жилищный фонд Абакана приглашают ребят 1 июня в парк Орленок. Наградим победителей конкурса рисунка и устроим праздник. Начало в 11 часов. Профессиональный подход к стирке ковров. Специальное оборудование и уникальные технологии. Организуем бесплатную доставку. Мы вернем вашему ковру первозданный вид. Клининговая компания «Чистый дом». 26 46 46 И важная информация для местных производителей. Сеть магазинов фермерских продуктов «Калина-малина» ищет поставщиков. 29 мая 2024 года в Абакане состоится закупочная сессия, в ходе которой производители смогут предложить свою продукцию для реализации в сети магазинов «Калина-малина». На встречу приглашаются предприниматели и фермеры из Сибири, которым трудно выйти в торговую сеть, и они нуждаются в поддержке. Важно, чтобы сырье, используемое для производства продукции, было также выращено в Сибирском федеральном округе. Магазинам «Калина-малина» нужны производители яиц, козьего молока, мороженого, растительных десертов, молочной продукции, сливочного масла, коктейлей на основе сыворотки, тана, кумыса, мацуна, деликатесные и мясоколбасные продукции. Будем рады видеть всех вне зависимости от производимого продукта. Встречаемся 29 мая в 11 часов в Абакане по адресу Проспект Дружбы Народов, 2А, Мой Бизнес. Телефон 8-961-722-33-28. Шесть комплектов антидронового оружия в июне отправятся из Абакана в зону специальной военной операции. Тактику для наших мужчин за ленточку приобрела одна из организаций республики и передала бойцам через Общероссийский народный фронт. Он состоит из корпуса. Для удобства форм-фактор сделан в виде ружья с небольшой кратностью оптический прицел, для того, чтобы легче было объект видеть, потому что коптер достаточно маленькая цель на фоне неба. Поэтому для того, чтобы было удобно его обнаруживать и вести по траектории полета оптический прицел с контрастными дополнительными насадочками, то есть в сумерках, чтобы было лучше видеть. Здесь на этой части указаны частоты, которые можно включать. Благодаря такому антидроновому оружию можно спасти жизни сотни бойцов в зоне спецоперации. Оно способно отбивать вражеские дроны. Общая стоимость подарка ребятам, выполняющим сейчас боевые задачи, более 1 миллиона рублей. Очень нужный подарок, очень нужно ребятам. И отвезем мы это в танковый полк. Они заказывали тоже у этой организации, попросили, с нами связались все вместе. И вот уже в ближайшую поездку в июне мы собираемся ехать, и в июне мы уже доставим ребятам, они их будут уже использовать. Это они на ДНР, на Авдеевском направлении. Сейчас у нас в принципе по всей линии фронта идет контрнаступление. Неважно, в какую сторону сейчас везется гуманитарка, то есть там везде идет контрнаступление нашими силами. И тактика требуется везде. Общий российский народный фронт в Хакасии призывает всех неравнодушных передавать бойцам за ленточку гуманитарную помощь. Парни нуждаются сейчас на фронте не только в антидронах, но и в квадрокоптерах, тепловизорах. Я знаю, что не всегда крупные организации или крупный бизнес могут помогать открыто, афишировать то, что не помогает фронт. Это в том числе и за санкции, и много причин, но можно помогать вот так. То есть мы гарантируем, что мы не скажем никому, кто нам помог. После передачи помощи бойцам в зону СВО общий российский народный фронт обязательно предоставляет акты передач с печатями, подписями, а также видеоотчеты. Надежда Савельева, Артем Амзараков. Новости. В Хакасии освободят от транспортного налога многодетные семьи и участников СВО. Кроме того, бойцам и членам их семей продлят транспортные налоговые каникулы до конца текущего года. Не платить за свой авто смогут многодетные семьи до достижения старшим ребенком возраста 23 лет при условии получения образования по очной форме обучения. Изменения коснутся более 9,5 тысяч многодетных семей, в которых есть автомобили. Кроме того, предусматривается беззаявительный характер предоставления налоговых льгот по транспортному налогу. Если автовладелец не направил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от льготы, она предоставляется в отношении объекта с наибольшей стоимостью. Комментирует руководитель бюджетного комитета Хакасского парламента Валерий Марков. Рекомендовать к принятию законопроект депутаты намерены на ближайшей майской сессии. В Абакане последний звонок. Прощается со школой почти одна тысяча одиннадцатиклассников. Сегодня в гимназии каждый из выпускников взял в руки колокольчик, чтобы сказать учителям «до свидания». Однако это только торжественная церемония, ведь впереди у ребят экзамены и выпускные. Ну а пока красивые и нарядные они встречают праздник на школьных линейках. Рядом самые главные люди – педагоги и родители. В Абакане праздник. Старшие школьники теперь уже выпускники. И у ребят новая жизнь. Как же они выросли. Парни стали на голову выше учительницы. Девчонки с белыми бантами – просто красавицы. Родители выпускников стараются запечатлеть трогательные моменты на свои телефоны, фотоаппараты. Линейка во дворе школы, как и 10 лет назад, такая же торжественная. Правда, рядом уже не малыши, а взрослые люди. Их дети. Наконец-то все закончилось. Нет, ну еще не совсем, конечно. Впереди очень сложные. Радость, волнение, трепет. Впереди большая дорога. А себя вспоминаете на последнем Зангел в такие минуты? Да как вчера было. Конечно, вспоминаем. Так же радостно и волнительно. Вот и пролетел еще один учебный год. От всей души. Я поздравляю вас всех с окончанием учебного года. В Абаканской гимназии всего два одиннадцатых класса. Ребята не скрывают радости. Возможно, уже завтра придет осознание, что детство кончилось. Но в минуты праздника, когда вот-вот зазвенит последний звонок, они думают иначе. Дети росли и быстро, и медленно. Я с ними уже семь лет. Взяла с пятого класса. И вот, слава богу, мы живы-здоровы до одиннадцатого класса. Со мной все. Родители, учителя, педагоги. Живем дружно. Стараемся сдать экзамен. Все хорошо. Радость и облегчение за одиннадцать лет. Скажи, пожалуйста, тебе не грустно прощаться со школой? Мне очень грустно прощаться со школой. Я буду так сильно скучать по моим любимым учителям, одноклассникам, друзьям. Буду очень сильно скучать. С одной стороны, облегчение, но с другой стороны, очень грустно, что мы сюда больше не вернемся. И грустно, и радостно. Почему грустно? Грустно, потому что школа заканчивается. Воспоминания школы какое? Как моя первая учительница крутила меня на своем стуле и поздравляла с днем рождения. Перед всем классом. Как Алла Викторовна сказала, все, дорогие ребята, нет, все только на самом деле начинается. Последний звонок – это как контрольная точка. Закончился очень важный, значимый, сложный этап. Впереди вас ждет еще более сложный этап, который все и всегда называют одинаково – взрослая жизнь. Торжественная линейка у гимназистов проходит на территории универсальной спортивной площадки. Здесь много места, есть трибуны для гостей. Зеленый газон на поле сочетается с нарядами выпускников. Вместе с 11-классниками говорят в школе до свидания и некоторые ученики 9-х классов. Многие решили пойти учиться в техникум и колледжи. Всего в Абакане 9-й класс заканчивают почти 2,5 тысячи учеников. Со средним звеном мы прощаемся, все-таки переходим уже в старшую школу. Становимся, наверное, более осознанными, убираем профессию, стараемся выбрать профессию и надеемся на успешную сдачу экзаменов. Севастопольский вальс. Он кружит ребят. Впереди принятие самостоятельных решений, определение в профессии, учеба в университетах. Школьная форма очень им к лицу. Родители вспоминают своих сыновей и дочек маленькими, когда все только начиналось. Первый раз в первый класс. Не повторяется такое никогда. Но пока не звенит последний звонок, его жители говорят выпускникам удачи, в добрый путь. Все обязательно получится. Впереди экзамены, к черту. Перезвон и мелодий. В каждой ладони выпускника маленький звоночек, но его голос громкий и в то же время родной и тревожный. Как бы ни сложилась жизнь выпускников, их обязательно ждут дома в Абакане. Яркие, творческие, спортивные, креативные. Город уже гордится ими. И все ребята – часть истории республиканской столицы. Дарья Казах, Зураб Кабахидзе. Новости. Вальс, танго и фагот. 7 июня парк «Орленок» вновь откроет двери для любителей танцев под духовой оркестр. В пятницу и субботу на танцплощадке будут ждать всех, кому некогда скучать. Мужчин и женщин элегантного возраста. Подробности расскажем далее. Через две недели республиканская столица вновь окунется в романтичную атмосферу вальса и танго. Из самого сердца Абакана, парка «Орленок» по пятницам и субботам будет звучать духовой оркестр. А на танцплощадку выйдут люди, чья энергия даже спустя годы заряжает молодежь. Такие танцы особенно востребованы среди мужчин и женщин элегантного возраста. Да что говорить, именно они больше всех ждут, когда же парк откроет для них свою танцплощадку на теплом летнем воздухе. Они будут пятница, суббота с 17 до 19.00. Пятница у нас будет оркестровый день, традиционный уже. Кто завсегда-то их уже знает, там практически первая часть, как мы называем, бальной играем. Ну а остальное такие уже танцы, это и вальсы, и фокстроты, и танго, ну и очень много другой музыки. Конечно, хотелось же более привлечь других жителей города нашего. Все-таки на свежем воздухе это движение, это красивая музыка, располагает к замечательному отдыху. Ну и, конечно, объединение именно идеи вот этого танцевального. Потому что сейчас уже более 30 лет, вот как оркестр работает, и вот эта вот традиция проводить танцы в городском саду уже более 30 лет. И такая традиция, хотелось бы ее поддерживать и развивать. Программа танцев уже наизусть знакома тем, кто в этом деле завсегдатый. Ведь многие бабушки и дедушки танцуют под любимые композиции уже много лет, не пропуская ни одной дискотеки. Словом, будет звучать в Орленке и музыка 60-70-х годов. Присоединиться к постоянным танцорам может любой желающий. Быстрее ветра. Традиционный в Абакане фестиваль бега уже в это воскресенье, 26 мая, вновь соберет всех любителей спорта. На дистанции выйдут как взрослые абаканцы, так и самые маленькие жители города в возрасте от 3 лет. Особенно в этот день будут поощрены семейные команды. Организаторы подготовили для мам, пап и детей особенную площадку, где у участников появится шанс получить ценные призы. Ксения Майер расскажет о всех деталях. Уже 4 года быстрее ветра собирает всех, кто не безразличен к спорту и здоровому образу жизни. Бегают все от мала до велика. Каждый спортсмен или любитель выбирает для себя комфортную дистанцию от 500 метров до 21 километра. В последние годы участие в фестивале все чаще стали принимать семейные команды. Мамы, папы, дочки и сыновья. В этом году тех, кто бежит сам и приобщают к этому своих детей, впервые поощрят ценными призами. Участники забега будут получать стартовые номера. При получении стартовых номеров они получат такую раздатку, флайер. Будет указано, где находится наша локация. Подойти к нашей локации, мы их сфотографируем, мы сделаем фото. И пока будут бегать наши абаканцы свои забеги, мы сделаем красивый баннер с участием, где развешиваем фотографии семей. И мы наглядно покажем участникам забега, сколько семей приняло участие. Таким образом, семьи не только навсегда войдут в историю фестиваля, но и получат шанс поучаствовать в лотерее и выиграть ценные призы, конечно, связанные со спортом. В их числе сертификаты на посещение бассейна, на игры в летний керлинг и большой теннис, и многое другое. Необходимо обратить внимание на то, что когда мы будем проводить лотерею, так не будет, что вот, например, мы вытащили из барабана номер, а этой семьи в розыгрыше нет. Но приз им все равно уйдет. Так не получится. Если семьи не будет на розыгрыше призов, следовательно, этот приз мы будем разыгрывать уже для другого какого-то номера. Фестиваль «Быстрее ветра» состоится уже в это воскресенье, 26 мая. Напомним, организаторы ждут ранее зарегистрированных абаканцев в субботу 25 числа для получения слотов в центре настольного тенниса спорткомплекса имени Николая Булакина. И в завершении выпуска поделимся забавными кадрами, как бобры ремонтируют свою плотину, показали сотрудники Саяно-Шушинского заповедника. Наблюдали за ними рано утром, ведь эти зверьки ведут ночной образ жизни. Бобры усердно чинили плотину, которая немного разрушилась интенсивным весенним потоком воды в реке. Для поддержания уровня воды возвели две достаточно большие дамбы, отметили экологи. Затем бобры подкрепились корой, веточками и корешками деревьев на берегу. И это все еще больше новостей на сайте Абакан-24 в наших социальных сетях и в Телеграм. А еще теперь прямые эфиры нашего канала вы можете смотреть ВКонтакте, «Одноклассниках» в платформе Lime AG TV, а также на YouTube-канале и видеохостинге RUTUB. Подписывайтесь и будьте первыми в курсе всех главных событий республики и города. Сообщить свои новости также можно по телефону редакции 357-00, а также в чат Абакан-24 по номеру телефона. Плюс 7 993 033 52 06. А я желаю вам прекрасных выходных и до встречи в эфире.